привет-привет мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова и сегодня я вам расскажу про новинки из каталога номер 6 компании oriflame это стик-карандаш это классная удобная мобильная вещь посмотрите сейчас покажу подробнее с одной стороны идет карандаш для глаз с другой стороны карандаш для губ и обращаю ваше внимание сразу что карандаш для губ он толще чем карандаш для глаз это очень удобно потому что можно легко и быстро затушевать полностью все губы и мы сейчас с вами попробуем два оттенка один розовый синим а второй коричневый и нюдовый чем еще интересны эти карандаши серия on color сейчас пополнилась очень большим количеством новинок но именно эта новинка интересна тем что карандаш для глаз содержит в себе пчелиный воск который позволяет легко тушевать его то есть я сейчас продемонстрирую как он легко ложится на коже а карандаш для губ он содержит витамин е для защиты и масло жжоба для питания то что нам с вами нужно итак давайте сделаем таким образом на одном на одной стороне то есть на левом глазе я буду пробовать коричневый и нюдовый а на другой стороне синий и розовый посмотрим какой сделаем эксперимент и начнем давайте с коричневого итак начинаем с глаз подвожу внизу вот таким образом так хорошо надеюсь вам видно смотрите как он легонько наносится почему я в этом так говорю уверена потому что я уже несколько дней делаю макияж именно с этими карандашами нанесла и тут же беру кисть просто плоскую узкую кисть попробую сейчас просто кисточкой растушевать без теней мне еще нравится набирать тени аналогичного оттенка и тушевать по карандашу получается такой эффект глубокий очень мягкие и легкие переходы получается итак тушуем его даже просто пальчиком можно легко растушевать получится классный эффект а если я добавлю тени то есть я беру свою палетку тени рейфилл и возьму такой коричнево-серый оттенок прям чуть-чуть на ребро кисточки и подхожу прокрашиваю прямо в карандаше таким образом карандаш лучше фиксируется получается более глубокий цвет и конечно же стойкость то что нам с вами и нужно то есть вот такая вот красота самое важное чтобы карандаш у нас был мягкий при этом не ломался не растекался и не мазался очень важно хороший нанесение давайте попробуем синий карандаш с другой стороны так тоже легко наносится кожа не тянет цвет красивейший просто такой глубокий васильковый синий васильковый такой с отливом как будто в нем есть какой-то отлив и когда я двигаю то я вижу этот яркий васильковый оттенок надеюсь вам тоже видно камера не всегда передает так хорошо прям цвета очень красивый и делаю то же самое кисточкой просто немножко тушую отлично тушевается то есть он становится более тон равномерный такой мягкий переход но так как у меня сейчас нет синих теней я не буду тенями другими пробовать я просто немножечко растушую карандаш кистью такая красота сейчас попробую стрелочку нарисовать синюю как я рисую стрелку аккуратненько прям в ресничные такое стараюсь пройти пространство чтобы когда я буду красить ресницы они будут казаться более густыми при этом нет перегруза синего а стрелочку чуть-чуть вот так вверх делаю краешек вверх и соединяю вот этот треугольник вы видите как карандаш легко отдает свой цвет и можно делать чуть темнее или мягче линию вот такая стрелочка но и делаю коричневый коричневый нужно получше заточить чтобы он лучше тоньше стрелочку делал оба карандашика мне очень нравится теперь давайте попробуем сделать эксперимент с губами губы у меня слегка увлажнены я с утра носила бальзам для губ чтобы их смягчить вот они такие мягкие и сейчас я попробую сначала с одной половинки я сделаю нюдовую часть с другой розовую ну что я замечаю нюдовый оттенок очень светлый и контур четкий нарисовать не получается то есть он не очень хорошо отдает цвет и практически совсем не заметен но это будет очень хорошей базой под помада то есть например так проложили проложили немножечко цвета и сверху покрыли помадой но я люблю больше когда более мягкий такой и четкий контур получается ну вот как есть и пробуем розовый розовый думаю будет очень яркий прямо по летнему потому что оттенок такой насыщенный ну как я и говорила он прям чуть-чуть загореть и этот цвет будет шикарный ну что давайте подведем итог на мой взгляд карандаш и для глаз очень классные прямо на высоте а вот карандаш для губ например я люблю когда он более такой вот четкий и выразительный в этом же случае стики они больше подходят как вот действительно база под помаду и легкий контур хотя сейчас не модно четкие яркие контуры поэтому я думаю что этот продукт будет очень популярный как вы считаете напишите ваше мнение в комментариях очень интересно будет послушать а сейчас я вам покажу на руке чтобы вы ближе рассмотрели как эти цвета смотрятся окей итак пробуем первый оттенок нюд и шоколад сначала нюдовый цвет вот он такой приятный оттенок хороший и рядом сразу шоколад на глазах он кстати лучше ложится чем на руке так следующий оттенок розовый и синий сначала розовый пробуем хороший цвет такой прям летний симпатичный и шикарно сочетается с синим оттенком уже подобраны гармоничные оттенки для полноценного макияжа а также в коллекции есть еще три оттенка красный черный абрикос слива и ягодный и серый можно выбрать на любой вкус я считаю что это очень удобное мобильное такое средство для того чтобы брать с собой оно немного занимает место в косметичке и при этом быстренько сделать макияж или просто подправить макияж так что приятных вам покупок с вами была лилия донскова пока пока